Тачки учат дружбе и тому, что каждый совет нужно стараться применять. Маквин после того, как стал общаться близко с Доком, перенял много у него опыта, который помог ему на гонке против Чика и Кинга. Док Хадсон был настоящим тренером, который верил в Маквина, и который по-настоящему был опытным гонщиком. К сожалению, нам рассказали о том, что Док умер. И в Тачках 2, и в Тачках 3 мы уже его не видим. Но давайте разберём, как вообще умирают персонажи в Тачках, есть ли у них кладбище, как выглядит мёртвая машина, и как возраст и изнашивание влияет на героя. Мы уже разбирали эту тему, делая акцент на Дока Хадсона. А сегодня я хотел бы поговорить и о других умерших персонажах в Тачках. Добрый день, с вами я, Санчес, и сегодня я вам расскажу, как умирают персонажи в мультфильме Тачки. Поехали! Для начала хотел бы вам сказать, чтобы вы не забывали ставить лайки и писать комментарии. Ваша активность влияет на выход видео. У нас спросили алгоритмы, если мы на каждое видео будем набирать по 500 лайков, но видео будет ходить активнее. И также не забывайте подписываться на друзей. У них крутой контент, я думаю, им будет приятно. Но не буду вас отвлекать, давайте начнём. Вселенная Тачек – одна из самых глобальных среди всех проектов Пиксара. Тут есть множество отсылок, пасхалок, исторических намёков и, в общем, чего тут только нет. Поэтому, конечно, Пиксар не могли не уделить внимания и темы смерти. Но это всё-таки из-за того, что анимационный мультфильм, авторы постарались как можно больше скрыть эту тему. Поэтому, к примеру, после кончины Дока Хадсона, во второй части, как и в третьей, нам показывают всё. Газеты с победами Дока, кубки, его зал славы, но не самого мёртвого Дока. Ни его мемориал, и уж тем более никто даже не заикается о том, как именно умер Док Хадсон. Но я уже делал выпуск насчёт смерти именно этого героя. Поэтому, если захотите глянуть, на канале есть видео. А сегодня мы разберём смерти других персонажей, как от убийств, так и до собственной кончины, от старости. Ну и, конечно, поговорим за износ и возраст автомобилей. Если автомобили копируют во всём наш мир, то, понятное дело, они также нормально относятся к тому, что какой-то из персонажей может умереть. К примеру, в первых тачках нам показывают памятник Стэнли, посвящают в историю развития города, и в том, что именно он является основателем и мужем Лиззи. Но это нам хотя бы показывают в короткометражках. Лиззи одна из самых старых героев Радиатор Спрингса, поэтому к ней все персонажи относятся с пониманием. Она немного странно шутит, не всегда понимает, о чём ведут другие персонажи речь, и порой забывает персонажей. Но все относятся к этому нормально, понимая её возраст. У персонажей есть осознание того, что к старости зачастую становятся чуть более забывчивыми, ветренными, и от старости могут даже стать немножко глупее. Это всё наши герои понимают. Но давайте перейдём к персонажам, которые умерли своей смертью в франшизе Тачек. Это Док Хадсон, смерть которого до сих пор не раскрыта авторами. Но, как я и предполагал, наступила она просто по причине того, что Док заглох из-за износа двигателя. Его в возрасте он нет, чтобы отдыхать, как его коллеги по спорту, которых мы видели в Тачках 3. Он продолжал тренировать МакКвина, и сам не раз разгонялся с ним наравне. Безусловно, это сказалось на его металлическом организме, если можно так сказать. И поэтому, учитывая возраст Док Хадсона, он просто умер из-за изнашивания запчастей. Стэнли, основатель города, также умер из-за старости и возраста. Учитывая, что Стэнли был одной из первых машин, тем более нагрузки, которые на себя возлагал, погубили его организм. Он стал развивать и бизнес-отрасль, и отстраивать город, и строить новые магазины, и стараться привлекать все больше народу в Радиатор Спрингс. Учитывая машины, в то время он жертвовал также своими силами. И поэтому тоже можно предположить, что возлагаемые большие обязанности на неусовершенствованный автомобиль погубили его. Если бы Стэнли развивался во времена МакКвина, я думаю, жизнь Стэнли можно было бы продлить и избежать его кончины, так как он сам был бы просто более лучшей машиной. А как мы знаем, в тачках технологии крайне важны. Больше я не помню персонажей из франшизы Тачи, которые умерли бы своей смертью. Но если я кого-то пропустил, напишите это в комментарии. Дальше я хотел бы затронуть персонажей, которые умерли не своей смертью. Лилан Турбо. Этого персонажа нам не показывают часто, ведь авторы по сути показали его смерть в самом начале. Мы даже не успели привязаться к этому герою. Лилан был одним из агентов МакМисла, и отправившись на задание, его раскрыли, и банда ведер вместе с Сундапом превратили его в прессованный куб. Скорее всего, смерть у Лиланда была жестокой и крайне мучительной, так как механизм пресса не двигается с быстрой скоростью. Если бы авторы нам это показали, мы бы увидели по-настоящему самый жестокий момент в мультфильме, возможно, даже во всей франшизе Тачек. Рот. Редлайн. Как вы помните, именно этот агент был самым серьезным героем в Тачках 2. Но, к сожалению, жестокий Цундап, можно сказать, взорвал его двигатель, и Редлайн умер. Если у Тачек ломается какая-то маленькая деталь в виде колеса, или просто глохнет машина, то ремонту герой подлежит. Но если, как в Тачках 2, происходит такое уничтожение двигателя, к сожалению, спасти такого героя просто невозможно. Поэтому Редлайн до сих пор остается героем, которого было очень жалко зрителям. Злодеи понимают, как устроен организм машин, и поэтому специально применяют самые жестокие методы по их уничтожению, чтобы точно их не смог восстановить ни один мастер, как бы ни старался. Теперь, узнав, как умирают разные персонажи с франшизы Тачек, давайте постараемся узнать, есть ли у Тачек мемориалы, кладбища, как происходит смерть героя, и куда Тачки отвозит мертвое тело, или, точнее, если сказать, корпус машины. В короткометражке «Радиатор Спрингс 500», когда Мэтр и Маквинн с другими гонщиками поехали в разные стороны, мы можем заметить, как Маквинн с другими героями проезжает в чудную рощу. И тут мы можем заметить памятники умершим машинам. Буквально на долю секунды мы можем заметить их, но также мы видим, что есть персонажи, которые вовсе никак не замурованы, и, по сути, просто лежат на свалке и ржавеют. У меня есть два предположения на этот счет. Первое, что эти машины заглохли где-то, и другим жителям города пришлось их просто оттаскивать в эту чудную рощу, из-за того, что они очень большие, и трудно будет их закапывать в землю, их оставили так. Второе предположение, из-за того, что их слишком стало много, жители перестали вообще заниматься памятниками. Но это не точно, а лишь мои мысли и догадки. Но так или иначе, на кладбище мы видим как памятники, так и незакопанных старых умерших героев. Также хочется заметить, что модели у умерших машин в основном все старые, и, возможно, это именно те персонажи, которые помогали в строительстве радиатор Спрингса. Получается, что у персонажей есть понимание возраста, они с почтением относятся к Кингу, уважают Лиззи, даже несмотря на ее забывчивость. Они почитают близких для них героев, таких как Стэнли, Док Хадсон, хотят увековечить память настоящих легенд. И, конечно, у них есть простые кладбища, которым они либо отвозят старых мертвых персонажей, либо делают, как в нашем мире, закапывая и ставя памятник. Ну и также, конечно, это нигде не упоминается, но мы пару раз видели, как из статуи Стэнли вылетал сам голубоватый Стэнли, имея воплощение души. Так что душа у тачек также имеется. Конечно, в каждом вопросе, который мы поднимаем, есть свои детали, так как авторы все-таки не особо много старались уделять внимание смерти героям, так как это мультфильм, я вам об этом говорил, а больше показать их память и оставшуюся историческую ценность. Но все же, надеюсь, мне удалось разобрать, как умирают персонажи в тачках, теперь не только беря за выпуск Дока Хадсона, а проходясь по всем другим мертвым героям. Если вам понравилось видео, то не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Ваша активность влияет на выход видео. Как я бы говорил, 500 лайков, но видео будет ходить активнее. И, ребята, в комментариях я оставлю ссылку на нашу группу ВКонтакте. Я ее хочу развивать в направлении мультфильмов, поэтому, если вам не сложно, подпишитесь и туда. Кстати, что я, что другие модераторы там отвечают очень часто на вопросы зрителей. И мы также возьмем новых модераторов, чтобы группа развивалась. И также не забывайте подписываться на друзей, у них крутой контент, я думаю, будет приятно. Ну вот и все, с вами был Санчес, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok